9 фестивальных дней, 16 спектаклей и более 4,5 тысяч зрителей. В Архангельске прошел шестой театральный фестиваль «Родниковое слово». Какие спектакли покорили жюри и кому достался главный приз фестиваля? История, в которой корабли погибают как люди. Постановка Северодвинского драматического театра о трагической судьбе арктического конвоя ПК-17 закрыла масштабный театральный фестиваль. А вся операция по уничтожению этого конвоя будет носить кодовое название «Ход конем». Начать перевозирование наших сил подводных и надводных. Здесь велика, конечно, заслуга режиссеров, актеров, буквально-буквально всех создателей этого спектакля. Впечатления просто самые сильнейшие. Спасибо им за это. Спектакль Северодвинского драматического, как и другие постановки, оценивали почетные гости фестиваля, а ниже компетентное жюри. С интересом смотрю архангельские спектакли. Для меня, приехавшего в ваш город второй раз, мне очень интересно, так знаете, мысленно собирать портреты ваших театров, да, и думать, чем отличается, например, вот театр имени Ломоносова от молодежного театра. Они действительно отличаются, у них разные лица. Архангельский драматический театр отмечен за художественно-социальную значимость. Жюри оценило инклюзивный спектакль «Урфинжус», а сказка о рыбаке и рыбке стала лучшей детской постановкой. Но абсолютным триумфатором фестиваля «Родниковое слово» стал питерский независимый театральный проект Андрея Гагуна. Спектакль «Потеря равновесия» принес в копилку сразу две главные премии – лучшая мужская роль и лучший спектакль фестиваля. Ему же досталась и премия от российской газеты, которая в этом году вручается впервые. Это был сороковой спектакль наш, и впервые, где бы мы не играли этот спектакль, где бы мы не скитались со своей командой, впервые мы были встречены так гостеприимно. Большое спасибо, просто огромный респект организаторам фестиваля. Отмечен теплыми отзывами и зрителей жюри Пермский театр у моста. Гости показали горьковскую пьесу «На дне». Действительно, они показали высокий класс. Высокий класс актерских работ, высокий класс режиссуры. Люди вставали после окончания спектакля. Это не патриотический спектакль, это ночлежка. Это означает то, что приняли зрители эстетику этого театра. И самое главное, они умеют разбираться в искусстве. Шестой фестиваль театрального искусства имени Абрамова официально закрыт. В следующий раз он встретится со зрителем уже в 2020 год столетия Федора Абрамова.